основа молитвы в обуви сестры наши баракулуфику многие ходят дома в тапочках пришло время молитвы сестра снимает тапочки начинается зачем основа молитвы в обуви и вот некоторые придумали себе накладные ученые говорят что это уподобление кому нечистивцам потому что если женщина оставляет длинные ногти больше 40 дней она же грешница и получается ты уподобляющая сестра кому грешница то есть ставлю себе длинные накладные ногти у запрещено мусульманину держать у разу каждый день пророк сказал тот кто держит у разу каждый день тот год и не ест и не постится то есть ему пост записан не будет максимум что дозволено мусульманину баракулуфику это держать у разу через день но не больше европе горит молятся горит перед едой господь дай нам благодать дай на то а у нас говорит после о боже о боже плохо дышать нету места и на льхамда лиллахи нахмаду хуанаста ингу нас токферу ванна улзу виллахи мин шуруре амфус на миссия ти амалина инна хумаях дихиллаху фаламу дилла лава майюдл фалахаде лава шадуан ла иллах вахдаху ла шарика лава шадуанна мухаммадана абду урасулю за зваление всевышнего спонталя продолжаем чтение мухтаз артавсира имама аль-багави рахматуллахи алей мы дошли до 31 аята суры аль-а'рав до слов всевышнего спонталя ябани адама хозу зината кума инда кули мачт я бани адама хозу зината кума инда кули ма жиде вакулю ва шарабу вала ту сарифу инна хула юхи буль мусори фи имам багави рахматуллахи алей говорит каули талия слова всевышнего аллаха ябани адама сыны адама хозу зината кума инда кули ма жид обликайтесь свои украшения при каждой в каждой мечети или же при каждой молитве в каждой мечети или же при каждой молитве каля аль-тавсир имам багави говорит муфассиры говорят канад бану амир я туфу на бильбайте ура племя бану амир совершали тавав вокруг кабы обнаженными фанзал аллаху аззаваджаль и всевышний аллах послал ябани адама о сыны адама хозу зината кума инда кули мажид обликайтесь свои украшения при каждой мечети или же при каждой молитве я не афия под украшением подразумевается что в одежда обликайтесь в украшение то есть обликайтесь в одежду халя муджаид муджаид говорил майю варе ауратака валю аба то что скроет твой аурат будь это даже плащ будь это даже плащ вакаля аль кальби кальбискал азина украшением майю варе аля ауро инда кули мажид ли тавафин а у солятин зина украшение же под украшением в этом аяте подразумевается то что скроет твои срамные места в каждой мечети будь это для тававан того это только мажид или храм или же для молитвы барака ловик братья основа в этом аяте братья или указание на основу это скрытие аурата в молитве и скрывать то что следует скрывать в молитве будь то для мужчины или женщины и заятым понимаем уже считается украшение уже считается украшением однако барак ловик нужно обратить внимание на очень важную тонкость мы на позапрошлом уроке говорили же на прошлом уроке говорили об аура у мужчин то есть те места которые нужно скрывать мужчина и обращали внимание на очень важный момент скрыть это не просто закрыть чтобы не было обтягивающим и чтобы не было что просвечивающим то есть мало того что человек материи прикрывает то что следует ему прикрывать по ислам так то что он прикрывает еще должно быть перекрыто тем что не является обтягивающим облегающим и не было прозрачно. Есть вещи, есть места, которые следует прикрывать мужчине, и мы говорили это от ука до колена, и женщина это то, что называется, как мы сказали, домашний халат. То есть, грубо говоря, женщина, прикрытие ее аурата перед отцом, перед братом, или перед чужими, или перед родными женщинами, или перед чужими женщинами одинаково. То есть, прикрытие женщиной аурата перед мужчинами, родственниками, близкими, и перед женщинами, будь то чужие, или же ее родственники, одинаково. То есть, ей дозволено открывать голову и шею. Ей дозволено вараклоуфикум, то есть, то, что мы одеваем на длину футболки, правильно же? И что касается ног, это вот половина голени. Почему? Потому что эти места называются мауаду зина, то есть, туда, куда вешаются украшения. Вот эти места женщине открывать можно. И как мы говорили, очень важный момент вараклоуфикум, что нету разницы между прикрытием аурата перед женщиной и перед мужчиной. То есть, вот в наше время некоторые женщины вараклоуфикум спокойно может перед своей родной сестрой, перед своей взрослой дочерью, перед своей мамой достать грудь и начать кормить ребенка. Вот она подобное можно сделать перед отцом или перед братом? Нет же. А разницы нет, братья. В шариате никакой разницы нет. Удивительно, бараклоуфикум, что есть такие люди или в некоторых мазгабах говорится, что аурат женщин подобен аурату мужчины от пупка до колена. То есть, из этого понимается, бараклоуфикум, что женщина в шортиках может бегать только в одних шортиках перед отцом, перед братом, перед дядей, перед сыном своим и так далее. То есть, это братья, бараклоуфикум, даже у куфаров, шаймустахбах. То есть, даже у куфаров, даже у неверующих, у безбожников это вещь порицаемая. Правильно? Это даже у них. А как об этом может говорить мусульманин? То есть, когда мы упоминаем такие вещи, вараклоуфикум, это для того, чтобы мы всегда были на чеку. И не велись на все то, что говорят так называемые ученые. И даже, может быть, это настоящий ученый, но он может ошибаться. Как, допустим, некоторые женщины любят приводить слова ученых, что женщина ничем не обязана перед мужем, кроме близости. Она не обязана ему стирать, она не обязана ему убирать, она не обязана ему кушать, готовить. Почему? Потому что, мол, кто-то из ученых такое сказал. Но этим женщинам мы напоминаем то, что упомянул Всевышний Аллах Субану Аталя, упрекая или же упрекая, да, или указывая на страшную вещь, которую попали в Бану в Исраиле, это что? Ит-Тахаду, ахбараху, варухбанам, арбабаминдунилля. Они превратили своих книжников и своих монахов в Господь, помимо Всевышнего Аллаха Субану Аталя. Аллах Субхану Аталя говорит четко в Коране И вы, мужчины, обязаны хорошо относиться к женщинам, то есть выполнять свои обязанности перед женщинами, точно так же, как женщины обязаны выполнять свои обязанности перед вами, о, мужья. Пришла Фаттима роды Аллаху Ангу и показала пророку Салаллаху Алейхи Вассаляму, руки в мозолях все были, от чего? От жирного. И это дочь пророка Салаллаху Алейхи Вассалям. И пророк Салаллаху Алейхи Вассалям в одном из хадисов говорил, что мне причиняет страдания то, что причиняет страдания моей дочери. И она попросила пророка Салаллаху Салаллаху Алейхи Вассалям слугу, и пророк Салаллаху Алейхи Вассалям сказал, не указать мне вам на то, что лучше этого. И научил ее, ее мужа, Алибну Абиталиба, рады ей Аллаху Ангум Джамин, говорить перед сном 33 раза Субхануа, 33 раза Альхамду Лля, 33 раза Аллаху Алейхи Вассалям. Если бы для Фаттимы это не было бы обязанности, он бы мог сказать, Алейхи, ты чего напрягаешь мою дочерь? Тем более в хадис сказано, что то, что причиняет страдания моей дочери, причиняет страдания, или Фаттим причиняет страдания мне. Пришла одна женщина к пророку Салаллаху Алейхи Вассаляму, и посланник Аллаху Салалям задал ей вопрос, «Как ты строишь отношения со своим мужем?» Сказал, посланник Аллаху, я не делал никаких упущений. Я не делал никаких упущений. Я сказал, смотри, он либо твой рай, либо твой ад. И точно так же пророк Салаллаху Алейхи Вассалям сказал, что та женщина, которая выполняет то, чем обязал ее Всевышний Аллах Субхану Аталию, совершает пятикратную молитву, держит у разумия с Рамадан, и подчиняется своему мужу, и скажут, заходи в рай через какие хочешь врата, а иначе и такого не скажут. Братья, Куран и Судно переполнены, братья, доводами, хадисами, аятами, хадисами, которые обязывают женщину подчиняться мужу, и поэтому говорят, если муж жене говорит, налей чай, и она не выполняет, она попадает в грех, братья. Она попадает в грех, братья. Так вот, вернемся к тому, о чем мы начали говорить, баракалуфикум, о том, что женщина, то есть не надо опираться на слова всяких ученых, от того, что ученые говорят, а всегда нужно смотреть, на что они опираются, на какие аяты и хадисы они опираются, это раз. И вот из этих вещей, из этих странных заявлений о том, что аурат женщины подобен аурату мужчину от рука до колена. И мы бы сказали, подобные даже не примут неверующие люди. И поэтому аурат женщины, баракалуфикум, перед махрамом, это как мы сказали, указав вот на эти части тела. Что касается аурата, братья, мужчины, в молитве, то он отличается от аурата мужчины вне молитвы. Мы сказали, баракалуфикум, что вне молитвы, это от пупка до колена. Правильно или нет? А в молитве есть еще дополнительное, это обязательно закрыть плечи. Обязательно закрыть плечи. Что касается баракалуфикума, аураты женщины в молитве, то ученые единогласны, что она закрывает все части тела, кроме лица, кисти и рук. При том, что и аурат вне молитвы, у ученых разногласия по поводу, что обязана ли она закрывать лицо. Но при этом ученые единогласны, что в молитве нет такой обязанности закрывать лицо. И мало этого есть хадисы, запревощающие закрывать лицо женщины во время молитвы. Поэтому, если женщина баракалуфикум молится, где-то у нее закрыто лицо, или, допустим, в маске и так далее, она обязана его, эту маску, снимать баракалуфикуму. Единственное, ученые говорят, что если есть чужие мужчины, то есть, по мнению тех ученых, которые обязывают женщину одевать паранжу, они говорят, если есть мужчины, кто-то увидит и так далее. Вот только в таком случае, говорит, она может прикрыть лицо. Но лучше всего, и как сказал Проксал, сам сказал, самые лучшие ряды мужские первые, самые лучшие, это какие последние, женские. А женские самые лучшие, поэтому если женщина где-то в конце будет, там и мужчин не будет баракалуфикум. Другие ученые говорят, значит, такое толкование хадиса, что под зина, под украшением здесь подразумевается одежда, которую обязан человек закрывать свои срамные места во время талафа и во время молитвы. Другое толкование, другие ученые говорят, и современников Ташех Абдурахмана Саади, что под украшением подразумевается чистые, красивые одеяния. И мы, как видим, один тавсир другому не противоречит. То есть, мало того, что ты должен закрывать свои срамные места, то есть, как минимум, так мало этого, ты еще должен стараться, чтобы она была чистая. Ну, понятное дело, чтобы чистая это на час, это по автомату. Потому что, если у тебя будет скверно на одежде, то твоя молитва будет не действительно, как моча, кал и так далее и тому подобное. Особенно нужно обратить внимание с сестрам баракалуфикум, у которых маленькие дети. Может быть, она держала ребенка, ребенок на нее помочился и так далее и тому подобное. На это нужно на все обратить внимание. И чистая, не в таком смысле-то оно ясно, но даже чистая баракалуфикум, если у тебя есть возможность, например, ты работаешь, у тебя какая-то грязная работа, и пришло время молитвы, есть возможность переодеться, лучше переодеться, исходя из этого аята баракалуфикум и тавсира, на которые указывают ученые. Братья баракалуфикум, я слышал, мне рассказывали про одну сестру, мне очень тронул этот факт, что про нее говорят, что когда она совершает молитву, то одевает самую красивую одежду, которая у нее есть дома. Вот самая красивая одежда. У нас сестра самую красивую одежду куда одевает? На улицу, правильно? Самый красивый хиджаб, самую красивую абаюку, да? На улицу у нас. А эта сестра нет, самую красивую одежду от себя лежит для совершения пятикратной молитвы. А у нас же сестры балахом покупают, намазник называется. И это не значит, что это запрещено? Нет, это не запрещено, братья баракалуфикум. Есть вещь, она дозволенная, но есть вещь, как говорится, камаль, полнота. Да, и вот из полноты баракалуфикум, чтобы ты одевала самую красивую одежду. Никто не запрещает одеть, это говорят, удобно, сняла, одела, так далее. Алейкум, ассалям, таракат, никто не запрещает. Но вот именно из красоты, чтобы что, дежить по этому аяту, Евси Вучнялла, сказал, Берите, облекайтесь свои украшения при каждой мечети. Мужчина, братья баракалуфикум, как мы сказали, должен закрывать тело между пупком и коленом. И когда мы говорим, что это не значит, что теперь я могу молиться. То есть, когда мы упоминаем между пупком и коленом, закрыть плечи, это минимум. Если ты, допустим, бедный, мискин, нищий и так далее, и тому подобное. А так-то понятно, наверное, дело, чем больше одежды оденешь, тем будет лучше. Поэтому мы еще раз вернемся к тому вопросу, что аурат мужчины в молитве отличается от аурата мужчины вне молитвы. Аурат мужчины в молитве, это братья, закрыть тело между пупком и коленом, и, как мы говорили, баракалуфикум, чтобы это была не облегающая и не прозрачная одежда. Есть еще другие запреты, братья, помимо этого, это чтобы это не было цветом шафрана, как буддийские монахи носят одежду. И также баракалуфикум, чтобы, если это мужчина, чтобы это не было женской одежды. То есть, мужчина возьмет женскую юбку, оденет себе, закрыв между... Это запрещено, потому что уподобление женщинам является запретным. Также баракалуфикум, помимо этих требований, то есть, как мы говорили, минимум, то есть, скрытие аурата оттуда до туда. И это касается женщин тоже. Вот мы же говорили, что женщина как домашняя. А если женщина молится, совершает, допустим, молитву, то она одела себе хиджаб там широкий, чтобы он был широкий, чтобы он не был обтягивающий, чтобы не был прозрачный, чтобы не был шафранового цвета, братья, и чтобы не было уподобления кому куфаром. Это очень важно. Сейчас мода пошла, баракалуфикум в некоторых республиках продают хиджаб, знаете, какой, привозят с Японии или же взяли фасон японских кимоно, оно широкое, закрывает все тело, кимоно, и одевает это кимоно японское. Это же уподобление куфаром. Сразу же говорят, это японское кимоно, или же какое-то там китайское и так далее, и там подобное. Уподобление куфаром в одежде тоже запрещено, как мужчинам, так и женщинам. И мы говорили, подробно разбирай, когда будет уподобление, когда нет, ссылочка будет под видео. Второй важный момент, баракалуфикум, для мужчин, как мы сказали, это скрытие плеч. Поэтому молиться просто в шортах, или просто в широких брюках, или же просто баракалуфикум, вот как в храме. Вот люди в храм, особенно здесь в это попадают. Они баракалуфикум одевают и храм, а верхнюю часть либо накидку не накидывает и молится, что является запретным, и молитва будет недействительной, либо не закрывает свое плечо, что тоже может сделать молитву недействительной баракалуфикум. Поэтому, если человек делает тауаф, мы знаем, что у него плечо, правое плечо должно быть открытое, правильно, правое плечо. И он, допустим, сделал 3-4 круга, когда умр, сделал, и дали каму. Он должен остановиться, накрыть плечо, помолиться, как завершит, открыть плечо и продолжить свой тауаф. Точно так же некоторые братья, допустим, молятся в маечках на петельках. Вот эти вот петельки же. Или у него футболка без рукавов, но она такая вот, то есть, может быть, не петелька, может быть, широкая, но так, что плечо не закрывает. Вот на все это нужно обратить внимание баракалуфикум. Что касается женщин, то мы сказали, что все тело она закрывает, кроме лица, кистей, рук. И обязательно нужно закрывать, что стопы. Многие сестры халатно к этому относятся. И, как мы сказали, чтобы одежда была широкой и не была просвечивающей. Аурат, братья баракалуфикум, нужно прикрывать в молитве не только от себя, не только от чужих людей, не только передалах, даже от самого себя. Что же значит от самого себя, братья? Допустим, кто-то одел вот такую арабскую рубаху. Мы тут ходим в такую арабскую рубаху, потому что живем в арабских странах. И, допустим, бывает арабская рубаха, у нее вот тут вот не застегнуло свои пуговицы. Не застегнул свои пуговицы. И когда он делает руку, допустим, если вот так голову опустит, то увидит свой аурат. Вот прауксал сам даже приказал, что если кто-то одевает широкую одежду, зацепить чем-то, будь это даже иголочкой, будь это чем-то иголочкой. То есть, чтобы не видеть свой аурат. Баракалуфикум. Ибн Кафир, рахматуллахи, али и братья, сказал очень хорошие слова. И так же есть то, что пришло в сунне, указывающее на такой же смысл. Является желателем украшать себя при молитве. То есть, помимо украшения, это минимум скрытия аурата, еще, как мы сказали, и одевать, что красивую одежду. Особенно в день джума и в праздничную молитву. Мы знаем, что сунна является, держать специальную красивую одежду для этих праздников. Вот тыб. И так же Баракалуфикум сюда относится благовоние. Ляну Миназина, потому что это тоже является украшением. Вот сивак. Так же пользоваться сиваком. Ляну Минтама, медаль, потому что это все указывает на полноту украшений. У Минавдали Фияб, говорит Ибн Кафир, боят. Самой лучшей одеждой является белой. То есть, это где? Для мужчины. Или же женщина может дома носить. То, что Баракалуфикум в наше время практикуется, а то, что сестры, когда едут в умру или хадж, думают, что женщина должна одевать белую одежду или желательную одежду, то это беда и новшество. То есть, носить женщине белую одежду в умру и хадж, думая, что это имеет отношение к религии, это является новшеством в религии Аллаха Субханалу Атану. Ибн Кафир привел к Амарауле. Имам Ахмад, Ибн Аббас, Ибн Аббас, Ибн Аббас, передал Ибн Аббаса, тот сказал о том, что пророк, салаллаху алейхиссалям, говорил, Ильвису минфиябикум альбаят, одевайте из ваших одежд белые одежды. Фаинна минхайри фиябикум, поистине, это является лучшей из ваших одежд. Ва кафинуфия маутакумы хороните в белых одеждах ваших умерших. То есть, кафан, чтобы был белым цветом. И также пророк салаллаху алейхиссалям сказал, Ильвису минфиябикум, поистине, это является лучшей из ваших одежд. Исмит, и самой лучшей сюрмой, которой вы можете пользоваться, это исмит. Исмит баракалу афикум, это такой природный камень, его мелко-мелко-мелко-мелко дробят баракалу афикум, и вот сюрма называет ее. И здесь она продается примерно, алахальм, вот маленький бутылек в районе 50 реал, около 15 долларов баракалу афикум. Фаиннагу не покупайте дешевый исмит, потому что в дешевый исмит, говорят, что-то добавляет, и это портит зрение потом. Настоящий исмит лучше отдайте деньги, и вам надолго хватит. То есть, один раз 15 долларов отдадите, надолго хватит. И вот про этот исмит, пророку афикум сказал, фаиннагу ежуль басар, поистине он открывает зрение. То есть, зрение становится лучше. Уайун битушар, и вырастают брови. Вырастают ресницы, извиняюсь. Вырастают ресницы. Некоторые сестры в наше время дома, перед мужем, делают себе что? Ресницы такие вставные. Это является харамом, и эта женщина под проклятием. Пророк, салалаху алейхи вассалям, ляна аль-уасаля, оль-мустаус, или Аллаху сматали, проклял ту, который добавляет волосы, как парик или ресницы. Оль-мустаус, или и так, кто ей это делает? Также сейчас бараку афикум, потому что сестры у нас любят уподавляться неверующим, как и братья тоже. Есть сестры, которые, понятное дело, что ногти там отращивать и так далее. Мы знаем, что пророк салалаху алейхи вассалям запретил человеку оставлять ногти или же волосы на теле, под мышкой или же в паху больше сорока дней. Если человек больше сорока дней, то он берет грех. И вот некоторые сестры выращивают, отращивают себе ногти, и больше сорока дней у них ногти. Это является запретным. Второй момент вараку афикум сейчас придумали сестры накладные ногти. То есть она вот так снимает, это легко, тахарат сделали и так далее. Мы знаем, что покрытие лаком ногтей препятствует попаданию воды на ногти и делает омовение недействительным. То есть если какая-то сестра хочет пользоваться лаком и так далее и тому подобное, пусть это делают во время так называемых критических дней. Проблем в этом нет. А в простые дни она может пользоваться хной, потому что хна не препятствует. То есть есть покраска локтей как хной варакуловой. Что касается лака и так далее и тому подобное, то если даже она использовалась, то при каждом омовении нужно это смыть хорошо и потом сделать омовение. И вот некоторые придумали себе накладные. Ученые говорят, что это уподобление кому? Нечистивцам. Потому что если женщина оставляет длинные ногти больше сорока дней, она же грешница. И получается ты уподобляющая сестра кому? Грешница. То есть ставили себе длинные накладные ногти. Дальше Ибн Кафир Рахима Гуллаху Та'али говорит. Также передает Имам Ахмад говорит. И те, кто, то есть Термиды Ибн Маджа, Насай, Абу-Дауд передали с хорошим снадом. Он рассказывал о том, что посланник Аллаха «Одевайте белые одежды, поистине она чище и приятнее». И мы, разбирая книгу Сахих Мавари Заман, раздел одежды подробно коснулись этой темы белизны в одежде, почему важнее носить и так далее. И то, что даже этот факт, что она чище и приятнее, что этот факт даже признает, кто неверующие люди и в разных сферах использует именно белую одежду. «Окафинофе Маутакум» также хороните в этих одеждах своих умерших. Также многие Муфастеры и братья упоминают в своих Тавсирах, что под понятием Зина, украшения, в молитве входит молитва в обуви. Это тоже относится. «Хузу Зина, документ да кули мачит». Берите или облекайтесь свои украшения в каждой мечети или же при каждой молитве. Они говорят, что сюда относятся, что молитва именно в обуви. Многие люди этого не знают. «Пророк сказал Аллаху, алейхи вассалям и сказал, «Халиф уль-Ягуда, противоречьте иудеев, они не совершают молитву в своих сандалях, в своих хуфах». «Хуф» — это как кожаная обувь. «Хуф» — этот хадис передал Абудаутшик, Альбания назвал его достоверным. Поэтому, братья, основа, основа — это совершение молитвы в обуви. Если только нету причин, чтобы снять обувь. Как, допустим, в наших краях ты зашел в мечеть, где постелены ковры. Понятное дело? И ясное дело, что особенно в нашей местности и грязь, и дождь, и пыль, и так далее, и тому подобное, что запачкать ковры. То есть есть причина, проблем нету никаких, что снять эту обувь. Хорошо, значит, если я молюсь там, где нету ковров и так далее, основа молитвы — это что в обуви? В наше время на джума братья идут, когда в мечети места забиты, и братья на улице. Селят себе коврик и берут, снимают обувь. Они противоречат суньне, братья, и получается, если по мнению некоторых муфасеров не живут в соответствии с тем, что приказано в этом хадисе, то есть ты подверни вот это место, где твои ступни, то есть даже если ты коврик постелил, встань в обуви и молись, баракалуфикум, и побуждай к этому другие. Отсюда ясно, понятно, хорошо. Есть другой важный момент. Основа молитвы в обуви. Сестры наши, баракалуфикум, многие ходят дома в тапочках. Пришло время молитвы, сестра снимает тапочки, начинает говорить, зачем основа молитвы в обуви? Молись в этих тапочках. Или мужчины, баракалуфикум, тоже по дому ходят, особенно в зимнее время, когда прохладно, будь живу в тапочках. Основа молитвы в чем? В тапочках. Баракалуфикум. Поэтому если у тебя есть домашние обуви, и так далее, пришло время молитвы, не снимай эту обувь. Дальше Аллах спонталя говорит в этом аяте, «И ешьте и пейте». Говорил, «Каанад Бану Амир», то есть также Бану Амир племя, мало того, что делали талаф обнаженными, то есть они кушали очень скромно во время хаджа, прям вот то, что на день там хватало, вот не запасались. Валяя кулюна дасманы не кушали животный жир, и они думали, что этим самым они возвеличивают хадж. То есть многобожники Баракалуфикум придумали такое обычное, что во время хаджа ты должен проявить некий вид аскетизма, некий вид аскетизма, и стараться вообще кушать очень скромно, чтобы, как говорится, с голоду не умереть. Факалиль муслимуны, когда мусульмане это увидели, сказали, «Нахну ахакку анафаля залик», «Мы же больше имеем права на подобные поступки». То есть если они проявляли аскетизм, чтобы быть ближе к Аллаху, мы же тем более должны, я, Расуллаху, посланник Аллаху, «Фазаляллаху аззаваджали Всевышний Аллах не спасал, вакулю и ешьте яни аль-ляхм», то есть кушайте мясо, вот дасам, животный жир, ва шрабу лябан и пейте молоко, и пейте молоко, то есть во время хаджа не лишайте себя ничего, эта вещь вас не приближает к Аллаху, субаханаху ватаалю. Вакулю ва шрабу Всевышний Аллах говорит, «Ешьте и пейте, братья». Какой хукам мы берем из этого аят? Аллах же приказал? Аллах же приказал? Ученые говорят, Барак Аллаху Фикум, что в этом аяте приказ кушать и пить, по той причине, что наш создатель знает, что мы люди и не можем существовать без пищи и воды. И поэтому, если какой-то мусульманин изнуряет себя голодом и не ест и не пьет, то этот аят обязывает его и делать для него фардаль айн. Этот аят обязывает человека, Барак Аллаху Фикум, кушать и пить. И поэтому запрещено мусульманину держать у разу каждый день. Пророк Саласам сказал, «Тот, кто держит у разу каждый день, тот, говорит, и не ест, и не постится». То есть ему пост записан, не будет максимум, что дозволено мусульманину Барак Аллаху Фикум, это держать у разу через день, но не больше. Также мусульманину, братья Барак Аллаху Фикум, запрещено затягивать с ифтаром. То есть ты когда держишь у разу, некоторые мусульмане берут, допустим, стакан с водой, и вот так вот, и Муази начинает говорить, «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар», и он сидит и ждет, пока закончится азан. И он, кроме греха, вот эти секунды ничего не берет. Он вот так должен встать, и вот как только он слушает, даже имам Аллах не успел, а, сказал, после висмилля, сразу же выпить воду, торопиться. Также в аяте указание на то, что основа, братья, во всех продуктах питания и напитках дозволенность. Аллаху Акбар сказал, «Вакулю ваш рабу». И не сказал, что кушать, не сказал, что пить. Не сказал, «Вакулю ваш рабу то, что вам стандарт халяльд разрешил кушать и пить». Просто сказал, кушайте и пейте. И поэтому, братья, ученые говорят, что если бы говорить не было бы аятов, указывающих на запрет кровь, свинины и мертвичины, то они тоже бы, исходя из этого аята, были бы для нас дозволены. Потому что Аллаху спонталя, когда приказывает что-то, и этот глагол не падает на что-то, он охватывает собою все. Понятно, да? И поэтому, баракалуфикум, мы в этом видим, баракалуфикум, ересь этих и подобных им организациям, которые на самом деле придумали новую религию, не имеющие никакого отношения. Сейчас всякие появились, баракалуфикум, там каналы, мусульмане на них подписываются. Когда ты этому мусульману говоришь, брат, а что ты не подписался на канал Святой Троицы, канал Сына Божьего, Есть же такие каналы? Матерь Божья канал. Почему ты не подписался? А на этот канал подписался, есть такой канал, да, он называется, и пишут, ставят тебе продукты там, российские продукты, и пишут, халяль, харам, сомнительно. Вы кто? И мусульмане, ладно, они там, Аллах Алим, кто за этим каналом? Этих людей интересуют что? Подписчики, лайки, чтобы брать рекламу с Ютуба. Но вы-то не будьте такими. Нет разницы, подписался на этот канал или на канал, как это Святой Троицы, или Матери Божьей, или Сына Божьей, это Аллаху Анзали Каулюн Кавира. Понятно, да? Немножко думайте, куда и как вы подписываете. Тем более, эти каналы явно противоречат вот этим вот аятам, не говоря уже об огромном количестве хадисов. У ученых спрашивайте, Пророк сказал, Между ними сказал, сомнительная вещь. У нас многие люди, о которых не знают, и ученые говорят, в этих словах многие люди, о которых не знают, указали на то, что есть люди, которые знают, а это кто? Тех, о ком сказал Святой Троицы, Аллах, спросите у тех, кто знает, если вы не знаете, ни у кого попало. Не каждый, кто пишет дава, призыв к исламу и тому подобные еретические каналы, которые на самом деле, потихонечку, потихонечку, отводят вас от того ислама, который был неспослан пророку Мухаммаду, салаллаху алисалям. И мало этого, не позволяет огромному количеству людей, не мусульман, войти в ислам. Вот заходит какой-нибудь христианин, иудей и так далее, посмотрит на этот канал, как они сами говорят, многие, братья, не мусульмане, говорят, религия ислам, религия запретов, говорят. Да у вас на любой канал, сзади в ютубе, у вас все харам, у вас вообще ничего, не есть, не пить нельзя, с голоду подохнуть, вашей религией может. Аллаху мустан, пусть Аллаху спонтали избавит нас от зла, нас и общину от зла, этих невежественных людей брать. Субхан Аллаху, этим людям я напоминаю слова Всевышнего Аллаха, даже если кто-то начнет оправдывать, брат, ну и же намерения искренние, они же добра хотят, они же мусульман от харам хотят отдалить. Я вам напомню слова Всевышнего Аллаха, не сообщите мне вам о тех, кто потерпит самый большой убыток, то есть судный день. Аль-Лавина доля са'юм филхайати дуни, те, чьи стремления превратились в пух и прах на этом свете. Вагум яхсабуна, анна гум юхсинуна суна. А они считают, что то, что они делают, они делают хорошее и правильное. Насаллаху аляфу аляфи. Дальше Вара Калауфику говорит, значит, в этих аятах основа на то, что основа во всех продуктах питания и во всех напитках халяль. То есть все дозволено, кроме того, что запретил Аллах, Аллах четко и ясно в Куране, и то, что запретил пророк, салаллаху алейхи вассалям сунь. Хорошо. Вакулю ваш рабу. Кто-то обрадовался, говорит, брат, Аллах приказал кушать и пить. Бисмилля, брат, накрывайте стол. Бисмилля, брат, дай денег в долг. Хочу занять деньги на продукты. Буду выполнять приказ. Нет, Аллах смартфон говорит дальше, и не занимайтесь расточительством. Или же, по другой перевод, не излишествуйся. Из расточительства или излишества, имам Багу, как пример, запрещая то, что вам дозволил Аллах, как допустим, мясо и жир. Обратите внимание, Аллах тоже сказал, не излишествуйте, не сказал, не излишествуйте в чем. Значит, это касается всего, и ученые говорят, муфассиры, в некоторых тапсирах не излишествуют, так как вышла речь, шла о одежде. Здесь о идее. Говорит, не излишествуйте в одежде, не излишествуйте в еде, не излишествуйте в напитках. Инна гуляю хиббу аль мусрифиин. Поистине он не любит тех, кто излишествует или занимается расточительством. Поэтому ученые говорят, допустим, у нас была отдельная тема, много раз мы затрагивали, например, особенно подробно это затрагивали, в серии, у нас есть канал, называется «Все об омовении», и там мы говорили про длину одежды мужчин, и также, разбирая книгу Сахи Хадададу Муфрат, разбирали доводы, те шубухаты, которые сеют, те, кто говорит о том, что дозвольно мужчине носить одежду ниже щиколотки. Ученые говорят, варак луфекум, что мало того, что Аллах спонтально запретил мужчине носить одежду ниже щиколотки. Тот человек, который носит одежду ниже щиколотки, он не выполнил, что? приказ Всевышнего Аллаха. Он не выполнил приказ Всевышнего Аллаха. То есть, или же покусился на то, что запретил Всевышнего Аллаха. Там говорят, есть и другие грехи. Мужчина, который носит одежду ниже щиколотки, говорят, он попадает в исрав. И поэтому ученые говорят, вуаля туз срифу, в этом аяте запрет носить одежду ниже щиколотки. Почему? Потому что в этом и срах. Также говорят, что мужчина, который ножит одежду ниже щиколотки, на улицу в нем еще уподобление женщинам. Потому что, когда услышала запрет из уст пророку, носить одежду ниже щиколотки, сказала, тогда же наши ноги откроются, то есть женщина. Пророку сказал, пусть будет это на пять. Сказал, все равно, тогда сказал, на локоть, но не больше. Потому что, если будет больше, то это будет что? Исраф. И поэтому то, что в наше время некоторые сестры, мусульманки на свадьбу и делают себе фату, которая по полу, она попадает в этот аят. Вуаля туз срифу. Максимум твоя фата, или вот это то, что волочится по земле, должно быть длиной локоть от твоей щиколотки. Если больше, то ты попадаешь в грех. То ты попадаешь в грех и превращаешься в кого? В брата шайтана. Поистине те, кто занимается расточительством, они являются братьями шайтана. Ну, если женщина, тогда получается, кто? Сестра шайтана. Видите, даже на эти вещи мы не обращаем внимания. Почему? Потому что мы не изучаем Куран и сунду пророка. Что касается ношения одежды женщины дома, то мы говорили, что некоторые ученые говорят, исходя из-за этой или, а у нас такое, из-за этой причины, а шариатское правило гласит о том, что хукм кружится вокруг причины. Если есть причина, то есть хукм, если нет постановления. Если нет причины, то нет постановления. Говорят, есть одежду носить. Или одна из причин запрета носить одежду ниже щилкой и срав, то это касается, эти ученые говорят, есть разногласия в этом вопросе, ученые говорят, тогда это касается и женщины. Но если женщина дома, то не надо ей носить одежду ниже щиколки, чтобы не попасть в аят в аят в аят усрифу. Чтобы не попасть под славу Всевышнего Аллаха инна гуляй юхиббу аль мусрифин. Поистине Аллах не любит излишествующих, или же тех, кто занимается расточительством. Имам Багу говорит аль-Лазина яфалюна дальк, то есть те, которые делают, то есть те, которые занимаются расточительством или излишеством. Каля бну Аббас, Абдуллах бну Аббас говорил, куль машит, куль машит, ешь, что пожелаешь. И одевай, что пожелаешь. Вот это и вну Аббас варак лофиком саляфи, правильно же? То есть он и есть один из наших сальв-предшественников. Ешь, что пожелаешь. Почему? Потому что Аллах сказал, куль у ошраву. Вот это, когда мы говорим про саляфию, саляфию. Многие думают, что саляфия это только в намазе, что саляфия это только говорит, что Аллах в небе. Ну а в вопросах продуктов у нас саляфии нету, что ли? То есть разве мы про вопрос продуктов, напитков, одежды не должны понимать, как ее понимали праведные предшественники? И вот понимание Абдуллах бну Аббаса, ешь, что пожелаешь. Значит основа в продуктах питания все дозволит. Правильно же? Уальбас машит и одевай, что пожелаешь. Это тоже, между прочим, одна из причин, почему ученые говорят, что лучшей женщине безопаснее дома, если она не носить одежду ниже щикоток. Потому что мало того, что там и здесь, что еще может быть, что высокомерие. Эти слова, братья Абдуллах бну Аббасу, у нас как раз недавно только урок был, помните? Баракалуфикум, мы еще говорили про красота садака и так далее и тому подобное, что садака надо смотреть не только количество, но нужно смотреть, как ты это делаешь. Ссылочка на этот урок, по-моему, 181 глава, если не ошибаюсь, из Адабульмуфрат, именно эти слова ибну Аббаса мы разбирали, иншал ссылочка будет под этим видео. Аллах говорит, упомянул всю медицину в половине аят. Аллах говорит, упомянул всю медицину в половине аят. Баракалуфикум сказал, ешьте и пейте, и не занимайтесь, что? Расточительством или же не излишествуйте. Братья ученые говорят, что значит в Абдуллахуфикум. Его слова приводят в хадис, подтверждение. Слова пророка, салаллаху алисаляму, посланник Аллаха, салаллаху алисаляму, сказал, не наполнял человек, говорит, никакой сосуд хуже, чем свой живот. Достаточно человеку, люкма, это то количество еды, которое человек берет тремя пальцами. Вот это называется как люкма. Не знаю, как по-русски, горе сказать. Ну, понятно, да? Самое главное, понятно. А? Щепотка, да. О, точно сказал, не знаю, как щепотка. Да, точно человеку не люкма, а люкаймат. Несколько щепоток еды. Несколько щепоток еды для чего? Юким на сульба, чтобы его спина была прямой. Потому что человек от голода вот так свертывает, скручивается. Правильно же? И даже если человек, например, душа его победит, ему захочется покушать больше, это не запрещено, но нужно не забывать фасулису ли туам, треть для еды, фасулису ли шарап, треть для воды, фасулис ли нафас, треть для питья. Правильно же? Поэтому про наш народ же говорят. Ну, не про мусульмана, а говорят про СССР, про постсоветские страны. В чем разница, говорит, Европа, говорит, и людей, которые живут в Советском Союзе. В Европе, говорит, молятся перед едой. Говорят, Господь, дай нам благодать, дай нам то. А у нас, говорит, после еды. О, Боже! О, Боже! Так же плохо, дышать нету места. Правильно? Пить уже нет. И есть места, нет. Аллаху устан. Братья-врачи говорят, баракалуфикум араб. У арабов есть такое выражение. У врачей говорят, аль-ми'да байтуль марат. Желудок, это, говорит, дом болезни. Вот если посмотреть, Аллаху алям на любые болезни, братья, баракалуфикум, Аллаху алям основная причина, потому что все оттуда идет, желудок, кишечник и все, что с этим связано. И поэтому из милости Всевышнего, Аллаху спонтанно братьям, что Всевышний, Аллаху спонтанно узаконил это и общение раз в год, братья, держать урозу, потому что это реально лечение, братья. То есть бывают же всякие вот, как называется, исследования и так далее, и тому подобное. То есть если взять человека, который раз в год держит урозу, при том, что питается определенной пищей, и взять человека, который не держит урозу и этой же самой пищей питается, братья. Огромная разница между первым и вторым. Это не значит, братья, что мы должны держать урозу от того, чтобы там заздоровимся и так далее. Нет, мы это выполняем, потому что Аллах нам это приказал, а все остальное придет автоматически с дозволения Аллаху спонтану аля. Тем более, если человек еще будет держать урозу чаще, чем только месяц Рамадан. Праведные предшественники Варак-Луфикум, как пример, Абдулла ибн-Умар. То есть как они практиковают хадис. То есть достаточно человеку люкаймат, как мы сказали, несколько щепоток. А если и придется, то не забывать, что три для еды, три для воздуха и так далее. Ученые говорят, Абдулла ибн-Умар рассказывает, что однажды пришел один человек, пришел до Ибн-Умара Варак-Луфикум, вот про эту третий, до того, что пришел от Ибн-Умара, хочется рассказать хадис. Вот эти треть, 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 как признак. Признак говорят, чтобы ты не ел столько, чтобы у тебя не началась отрыжка. И приводят в хадис Варак-Луфикум, хадис тоже Абдулла ибн-Умар передает, что однажды один человек, находясь рядом с проксусом, сделал отрыжку. И на что пророк Саусалам сказал, удержи от нас свою отрыжку. Ведь поистине тот, кто больше всех был сытым на этом свете, будет больше всех испытывать голод в судный день. Поэтому отрыжка, как говорят, является признаком сытости. Однажды ибн-Умар, вот как салифы понимали, что достаточно щепоток, пришел один человек и говорит, привезти ли тебе траву, которая называется джавариш. Вот, а что такое трава джавариш? Это, говорит, трава, который, если ты ешь, помогает, говорит, что пищеварению. Когда ты поешь плотное пищеварение, как в наше время фистал, мизим и подобное. Ибн-Умар говорит, я уже два месяца досы-то не ел. Два месяца прошел, чтобы я досы-то не ел. То есть вот эти даже треть, 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 он не растет. А ты мне предлагаешь джавариш. Как много людей в наше время, которые делают операцию, то есть набирают вес, а потом свой желудок завязывают. Братья, это баракалавикум, даже если это приведет его к тому, что он похудеет. Ну, баракалавикум, это примерно можно сравнить. Вот у тебя есть дороги. Бывает же дорогу, когда перекрывают одну для ремонта. Все, все движение в городе уже стоит или же придет, будет бардак, правильно или нет? Вот нечто подобное тоже происходит. Зачем, брат? Зачем столько жрать, простите меня, чтобы потом завязывать себе желудок? Просто живи по этому аяту. Вот, ланча, ты не знал? С сегодняшнего дня просто начни жить по этому аяту. Вакули, ваш рабо. Валят усрифу. Ешьте и пейте, и не издейшуствуйте. И если душа тебе скажет, ты издейшуствуйте, то вспомни продолжение. Инна Аллаха, иля юхибу, инна гуля юхибу, аль мусрифин. Поистине он не любит тех, кто издейшуствует. Тебе же хочется, чтобы тебя Всевышний, Аллаху Субхану Анаталья, любил. Это что касается Барак Лауфикум 31 аята Аллаху Анаталья. Братья, вы видите, до чего сладкий Кур'ан? До чего сладкое чтение Кур'ана? До чего сладким является Барак Лауфикум размышление над Кур'аном? И поэтому пророк Саусам назвал веру, как не почувствовать сладость веры. У веры есть сладость, брать. Изучая аяты из Кур'ана, мы чувствуем эту сладость. Я побуждаю, дай Аллах, чтобы закончить Тафсир, если кто раньше на это не обращал внимания, начните с сегодняшнего дня. Вот как появляется Барак Лауфикум новая запись, как вы ее прослушали, перед тем, как выявляет следующая запись, постарайтесь выучить. И представьте, этим самым вы объедините между двумя добрами. То есть Барак Лауфикум получается и выучите, и будете знать Тафсир. Смотрите, внимание, да сколько вот удивительные слова Всевышнего Господа Супа Молтали. Если человек сказал Всевышний Аллах, афаля, это да бару, на Кур'ан, почему они не задумываются над Кур'аном? Продолжение следует...